Дорогая душа, разложи нам, пожалуйста, каким образом работает бутерброд, из чего он состоит, какие платы там есть и какой функционал они выполняют, если можно послойно и где это все находится с точки зрения физиологии в человеке. Вдох, выдох. С точки зрения физиологии я вижу, что он находится как будто в двух местах. Первое – это головной мозг, очень маленькая, она уменьшенная копия. Начинается она в груди и туда идет как будто пирамиды. Грудная клетка, она дублирует полностью то, что находится в голове, только она как будто расширенная, она большая. Но слои те же, просто пропорционально уменьшили. Это вилочковая железа, да, в груди? Похоже на то. Ага, а головной мозг – это гипофиз или пениальная железа, шишковидная? Эпифиз. Эпифиз. Можичок, этот он, нет. Ну хорошо, давай мозг, а разложи какие слои там находятся? В середине головы, это что там, гипофиз, по-моему, да? Угу. Угу. В середине она идет. Угу. И давай посмотрим, что там за слои, что такое бутерброд, из чего он состоит. И вот знаешь, как она идет, и вот сейчас просто показывает. Я вижу, как будто, вот как эти, Боже, песочные часы. Угу. Вот так и вот так. Угу. Причем, где голова, оно вот это вот место сужения. То есть, как будто энергия идет огромным потоком оттуда сверху, попадает этот вот верхний слой этих часов. Сужение, где капает, да, это вот начинает сужаться там, где как раз таки в голове. Угу. И потом идет на расширение это тело. Угу. Как-то вот так вот. Угу. Такими двумя пирамидами такими. И вот этот переход из чего состоит в песочных часах? Угу. Я так понимаю, там эти кольца находятся? Да, как будто в теле это дубликат, но вот уже такой расширенный, который как проявленный, что ли, даже не знаю. Угу. Сейчас-то я смотрю эту пирамиду эту, да. Ну ой, боже. Слои. Угу. То, что сразу идут вот обрасывая верхние, это вера, память, интеллект, как… то что ум-тело, называешь его по-другому, но ум-тело у меня, он идет. еще минимум три слоя в принципе интеллект показывает как какие-то поведенческие реакции на про просто как инстинкты как будто там тоже там автоматические поведенческие реакции не зависи еще человека на инстинкты идут это автоном автономно это система но то что он автомате идет и какие-то настройки внешней среды и не понимаю что это такое восприятие до вас ну возможно именно но как восприятие картина мира да через жизненный опыт и построение этого мира более того то есть соответствие с этим восприятием то есть она как-то двойственная такая то есть вроде ты воспринимаешь но при этом ты строишь ну прям как принимаешь и отдаешь вот видимо этому на флешку устройство похоже такое да таша я больше слоев не вижу такой последний а время там день спрошито время что такое время или время отдельно это выносится я бы сказала отдельно значит как она показывает вот этот вот бутерброд и как оболочка сверху поясно временной структуры как будто временем как бутерброд и вот сверху идет как время вокруг обмотка да вот похоже если это некий сейчас скажу стеклышко да через который пропускает свет то вот вокруг этого стекла я же да как ободок вот это вот это время то идет там больше нету я вот посчитала всем получается 1 2 3 4 5 6 7 и оболочкой вереваю всем все правильно больших нет я не вижу ни одного по ощущениям она закончена цельная цельная структура так а давай мы сейчас попробуем ты можешь в каждой из слоев войти в отдельности да это мощность можешь знаешь что давай мы попробуем сейчас залезть мы посмотрим как устроена оболочка для начала как устроено время мы можем двигать какие-то скорости материализации проявления и так далее мы можем как-то ускорять или замедлять процессы осознанно что для этого нужно и какие программы по времени там прошиты там или прошита старость как один из элементов но он где-то еще дублируется то есть полустарости там есть да это как следствие больше но старость это как следственно она там прошит она там есть но она еще это не единственное место где-то прошит она такое чисто как на позитив сейчас цель а если посмотреть программы старости они что из себя представляют старение программ старения там очень много всего в основном все связано с коллективными закладками отыгрывание в этой игре какой-то определенный промежуток времени это все идет коллективная то есть туда сигналы просто из коллективного приход готова на как вот установка общая настройка общая настройка вот смотри я чё спрашиваю про это у нас по омоложению получаются сейчас офигенные результаты и когда мы работаем уже можно было сказать все у человека все так классно все останется но я бы хотела чтобы у них сдвинуть вообще ставить их в этом возрасте как мы отработали да у человека выключить старение где выключается в теле старения могут лазим ищем вот пока из того что наши нащупали что оно где-то здесь и должно отключаться либо настройку коллективного менять но ты же понимаешь коллективное весь земной шар не поменяешь сменил место проживания и все у тебя сбой по коллективному идет где отключить это коллективное вот кстати там можно отключить коллективное как оно крепится как сигнал приходит коллективно более глобальные какие-то настройки сознание надо лезть это вот показывает как человека и вот это вот все даже и душу и высшее я как единым неким структуру некой и над этой структурой там прописано коллективное потому что душа высшее я вот этот бутерброд это структура структура одного человека когда мы говорим о коллективном это нечто большее но она прописана так же контакт с коллективным прописан так же в каждом человеке и прописан как сознанию по сути вот это вот поле да которое вокруг человека она вокруг души вышла я вокруг всего вот это это как будто там вот там прописано сейчас смотрю настройки основные игры и вот этой вот реальности которым называется планета земля да вот этой игровой площадке вот там прописаны все настройки и там прописано похоже настройки время настройки человека настройки пространства вообще что можно что нельзя вот больше он узнает что прямо туда отдаляет глобальное нечто эти вещи душа их не сможет корректировать то есть а душа души мы можем со знанием ходить сегодня на душа души более того мы уже сталкивались с тем что мы можем корректировать генетические программы душа души это на душу какая-то структура следующее очередной понижающий трансформатор у нее больше в какие-то такое чувство слоя на может лезть но не все чем больше вот выше над человеком да вот эта структура тем она как будто не больше доступа то есть из разряда дойдем куда-нибудь до создателя но не все как будто какие-то более низкие слои что касается чего вот времени можно там причем там может время смотреть а кстати там много чего может какие мы можем вещи корректировать через душу какие через душу души мне почему-то кажется что проще через себя то есть но не столько через душа через сколько выходить на свое сознание самостоятельно это что и сознание не так она понимаешь она на самом деле они сами ничего не могут сделать без нас мы своим сознанием выходим выходим в наблюдении дать задание не делают вопрос разобраться что они делают это все вот так намешано сейчас они начинают делать и вот в нашем случае были было уже в опыте что например душа не знает как делать нам приходится разбираться самостоятельно вот и хочется знать тогда какая структура структура что значит для чего служит то есть грубо говоря мы видим микросхему и надо углубиться и понять как микросхема работает мы просто столкнулись с тем что не все души могут то есть у них развить разное развитие интеллекта есть души которые легко выполняют задачи которые им стоишь а есть которые не понимают о чем ты говоришь ну смотри нас что тут говоришь сейчас на идет такое что когда ты выходишь уже на этот уровень тебе и ты знаешь что нужно сделать тебе совершенно не обязательно просить кого-то это сделать ты уже это можешь делать но надо же сознанием от наблюдать этот процесс и задать правильно результат когда ты не знаешь как выглядит результат каким он должен быть то есть просто общие фразы не проходят там в конкретика важно реально там все как с как с микросхемами тогда надо идти на настройку выше от души если она не знает как делать то есть тогда все равно обращение просто на следующий уровень да не берешь следующую структуру которая это сделает ну это как вариант мы этим пользуемся это нам интуитивно как заставить на себя работать вертикаль власти были ну это логично как минимум когда не знаешь как надо в любом случае сейчас сейчас возникают вопросы по по времени как сократить время и как удалить программу старения где их удалять по коллективному потому что коллективное мы отдельно уже разрисовали как выглядит где находится но при этом получается что оно как бы под разным углом восприятия я тебе скажу вот куда я сама залазила это сейчас по ощущениям как тебе пройдет то ляло что касается времени в память то есть память как о будущем так память о прошлом ну только мы не знаем память о будущем мы не знаем что мы это знаем я залазил и просто стирала память о прошлом менял на какие-то свои какие-то моменты те которые мне были нужны и закрывается тем самым карма карма закрывается да там любовь благодарность когда ты меняешь память полезли сейчас в память память бутерброди находится давай тут немножко так памятную вроде ну да а давай посмотрим в памяти программы старения и в интеллекте тела программа старения как по-доброписном моменте здесь сейчас всегда вот настоящее то что мы смотрели в будущем есть такой отголосок коллективного какой ты примерно будешь смотря на родителей да на бабушек дедушек что это ждет в будущем плюс фильмы вот показываю сейчас есть такого знаешь он такой как эхо вот очень легкий уходит в будущее отголосок с момента здесь сейчас в прошлом старение есть как обратная сторона молодость такое показывает сейчас зеркало с подходишь смотришь в зеркало и там ты маленький ребенок ты видишь зеркаль а сейчас ты вот подходишь взрослый и как будто в будущем эхо старости там в прошлом память о молодости и вот в моменте здесь сейчас прописано твоя старость программа старость старение то есть процесс как перейти он как будто вот так вот он какой-то восьмерка идет вот мы смотрели тогда с Андреем да 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 там все какие-то восьмерка она в разные стороны направлены потоки такая бесконечность невероятная очень красиво и там по фильтрам восприятия получается она проходит разделяет фильтра восприятия да и у каждого свой опыт каждое видение в будущем да и воспоминания разные о прошлом и поэтому старение проходит для всех в разных разных с разной скоростью по-разному кто-то говорится красиво старится да кто-то очень быстро и время как беспощадно в виде чего они прошит а время тоже получается прошита в моменте здесь и сейчас если совмещать это со старостью с таким туда 100 процент то есть если вы сейчас накладывать до одно то что получили знание другое туда а мы в прошлом и будущем получается время как таковое отсутствует есть мысли его нет там есть память о нем есть память о нем то есть прошлое будущее идет в память будущее это эхо она только даже показывая сейчас таким очень расплывчатым да как туман какой-то кого-то эхо хочется слова сказать а прошлое это у кого-то это очень четкие какие-то воспоминания вот я сейчас допустим себя смотрю меня тоже как эхо потому что много чего заменяла уже там что-то смотрел убирала я вспомнишь что мы задали что было на самом деле вот я смотрю у меня но но более но но сзади прошлое все равно более сконцентрировано тем не менее более плотно чем впереди момент здесь сейчас мы как к стена по сравнению с прошлом и с будущим ну вот вся лишь по плотности до сейчас говорю ну понимаешь похоже в чем интересная штука если прошлое сделать таким же эхом как и будущее тоже не будет ресурсный травм то что то то как будто вот этот момент здесь и сейчас хочется сказать тогда возможно все вот этому сможешь перемещаться по вот этой линейке я не понимаю что сейчас мне идет но вот как будто ты по линейке вот эти для тебя не будет важно будущее или прошлое ты сможешь перемещаться и туда и сюда в обе стороны как будто стирается понятие вот это было это будет то есть можно их менять и вот этот момент здесь и сейчас он становится менее плотным мы не становится таким жестким по по плотности там становится тоже таким более расплывчатым если здесь мы говорим уж а телепортация то это вот она и есть мы обнаружили выход вот в эти состояние когда тело распадается на части его можно собрать другом месте все-таки вход туда лежит через две точки одна . в гипофизе 1 . в днк если привязаться к физиологии там всегда будет и мозг и тело то что даже сейчас увидела я не ожидала увидеть две точки но вот этого бутерброда прописано в теле смотри в бутерброде есть мозаичные структуры которым подключено коллективное планетарное родовое через который транслируется энергия должно быть третье какое называла 3 или 4 3 что это называла посмотри записала третье это был интеллект тело и интеллект следующий просто интеллект тело третье интеллект тело и потом просто не соберут тела или просто ум тела ум тела к нему подключена получатся и частично и частично дальше к интеллекту просто вот просто ты мозаиками сразу на бутерброд и мозаику показывает в каких местах ум тела самый такой мозаичный похоже это через кровь она идет именно днк кровь память вот это вот потому что процентов там вот прямо пищу процентов там клеммы получаются такие как фишки если фишки эти отжать то отключается подача ресурса я уже не помню чем-то спрашивал на я про ресурсные травмы когда попадаешь и тебе начинает вот уже ничего никто не это вот не формируется потом начинает какая-то ерунда прилетает она будет прилетать тысячелетние так вот ее можно отключить вот мы пробовали отключить там мне кажется что неплохо получилось тебе нужно не просто отключить там тебе надо начать создавать здесь тебе нужно баланс прийти как весы если ты здесь убираешь тебе нужно резко начать создавать именно создавать реально из картинами и причем очень очень активно и вот ну энергию сюда вкачивать через действия какие-то то есть не просто сесть и давай ка я тебе картину мира нарисую да пофантазируем нифига такой не прокатит начать надо очень активно действовать то есть двоякое такое это я знаю после того как на эти фишки у меня отключили мне пришлось очень много побега для того чтобы меня привести в баланс и начать картину мира строить полностью из интереса это реально кусок работы над собой он потрясающе проделана просто невероятно большая невероятно я знаю как я его порвала и как я спала по три часа в сутки у тебя на почти в балансе еще чуть-чуть еще чуть-чуть так вот я я и гоню но зато получается тебе нужно взять что-то тянет тебе еще не все отключено есть какая-то одна или две травмы которые тянет еще вниз как будто дергать и ты сразу приходится больше сил намного призы прикладывать чтобы уравновесить эти весы сейчас это родовая эти штуки землей связаны мы зацепились за родовым не хожу очень много вот обязательств там очень много было клятв очень много казни и раскулачивание забирали очень много урода и у меня вот вплоть до того что просто взять и продать на хрен на этот коттедж подременно почему я не танчусь к слова земля прямо на слово земля как будто именно прямой контакт земля как будто в землю такое чувство или что-то закапывалась или в землю что-то то есть прямо вот это вот планета игровая площадка очень сильно тебя притягивает прям невероятно ну вот у меня пока планетарный уровень не отключен и в родовом наверно одна фишка осталась которая землю связана почему тут я вижу 1 но 2 сильно тянущих как нитки не светут может включить сейчас на придах вы где-то хочешь сказать что нужно чтоб завершила на осознание да я попробую сейчас на осознание опустить но озвучить очень было много боли которая давала и земле будто просто выходилась дотрагивалась до земли и с ней очень много разговаривала там было решение принято что земля все заберет земля простить земля поможет земля спасет земля очистит я даст энергию обратно там были знания они это знание сами по себе хорошая но очень сильный контакт самой вот как землей и он сейчас тянет вниз он не дает но это та же привязка это та же программу как ни крути я сейчас отменяю здесь и сейчас вывела из тела и знания да у меня там в каких-то веках я даже книги зарывала чтобы христианство это было такое 800 900 год все что касалось все это вала земля вот все отдать земле вот решение цепь про энергию много ты любые очень много сейчас направляю на улицу инфодаймер вы еще она родовая рот будьте знания какие-то передавались из поколения в поколение это было клятва чья-то эти знания сохранить но они утеряны были то ли не дошли то ли стали неинтересны и она как будто висит в воздухе мне бабка пообещала она мне потихоньку по травам передает такие подсказки приходят надо сама хреневая понимаешь его честно по нему она она просто привязка мне но мне она не нравится то есть она не какая-то давай завершим просто все эти штуки память и крем срежем отра правильно свободной плане дело в том что тебе это знание эти так будут приходить от нее но там какой-то зацеп не очень хорош как будто она должна это сделать то есть она обязана вот у нее вот прям передать это кому-то это вот как будто ее гнетет да это перекладывается на тебя решение расторгнув все контракты по передаче знаний включительно завершить здесь и сейчас и путь со свободной так этих фишек не осталось планетарные фишки там же находятся то что значит точно также то чтобы планетарного уровня подкачиваться ресурсик на травму такое есть то это за коллективным дальше следующий слой как будто барьер от этого выстроен ну нет подожди понимаешь там такое ощущение что это но на сумму не будет качаться ты должна в игру ты должна в игру в какую-то сам стать наступить заинтересоваться этим и потом она будет качаться пока это стоит и вижу как будто то в какой-то оболочке от этого она не будет сама качаться отлично там или запрос или желание в какую-то игру в лице планетарного масштаба тогда она пойдет пока это не твоя реальность супер тогда оставляем как есть но в любом случае получается что вот эти вот фишки которые мы отключали мозаичные они в структуре памяти прошиты до тоже эти плохо понимаю какие фишки назначена коллективная родовая то что сейчас отключаем в памяти она как следствие идет в память прошита на в теле ведь и интеллект тела она накладывается на память как какие-то тоже но отголоски но полноценной прошивки там вот прям что это там прошита нет это в теле но она получается идет энергия ты видишь она идет по слоям я как-то расписывала да и она идет от души первый как в этом был вера вера это на выходе уже ближе как человеку но если смотри да извне то есть она ближе вот сюда к вышему я и дальше к человеку пошла к чему это говорю то есть интеллект энергия проходит сначала через интеллект потом интеллект тела и только потом идет через память и веру то есть она вот как-то вот таким потоком идет то есть она накладывает интеллект тела накладывает отпечаток любом случае на память я так никогда не смотрела . свиньи да и поэтому человека если у него физиология определенная то у него с памятью может быть хорошо или плохо предрасположенность потому что поток сперва проходит через интеллект тела если интеллект тела ограниченный то он не даст нормальной памяти наоборот все зависит от стыковки этих параметров да все как в компьютере вообще невероятно вероятно почему не уже вероятно уже вероятно но вероятно спроси у души и чё может она нам еще подкинуть на осознание по механизмам работы что поможет нам очень сильно ускорить процесс пространство пространство где-то где пространство прошита клаве в голове восприятие как будто кого вот идет идет как восприятие пространство идет на уровне глаз именно там еще один фильтр стоит что это дополнительный фильтр что такое пространство да я вот перед глазами и же именно как фильтра в себе сетку какую-то это экран на котором разворачивать до антинари на экран все понятно все тогда понятно как схема работает пространство причем его также не занимает времени да есть просто картинки которая просто вот так вот в плечилась выключилась включилась выключилась в каждой в каждое время с пространством вот так крест в эту секунду вот эта картинка вот Motivo это картинка не прописан как тоже они как реально слайды по пространству там еще что то есть посмотришь То есть еще в пространстве из того, что интересное. Если время пространства, время с экраном и время в бутерброде, и там и там прошито время, время оболочка бутерброда и время уходит на пространство, и оно сразу с экраном взаимодействует. Таким образом, оно как будто можно быть за счет этого, за счет этого сразу как будто в нескольких местах. Я не знаю сейчас, что это. Но не то, чтобы это там прямым участником, а как будто видеть сразу во многих точках. Как будто пространство накладывается одно на другу, как-то вот оно начинает пересекаться. Я не понимаю сейчас пока, что это. Да, мы недавно расшарили состояние, потом с Беловой помедитируешь. То есть когда ты одновременно есть все. Это очень интересное состояние. Я была в этих состояниях. Я часто это сейчас проявляю. Смотрю. Сливаешься с этим всем. Ты везде. Ты везде, да? Угу. Хорошее состояние. Главное, кстати, туда входить. Единство такое совсем. Угу. То есть не ты есть все, а все есть ты. Да, да. Ты породитель всего. Да. Сейчас посмотрю. Примерно, хоть не общаемся, но доходим одинаково плюс-минус до всего. Синхронно, да. Видишь, как очень хорошо, когда пересекаемся и вместе обмениваемся опытом и раскручиваем. Потому что реально вот тот же путерброд расшарить, чтобы полностью его расписать, это надо грузануть 3-4 человека, чтобы каждый расписал по отдельности, а потом состыковать общую схему работы. Ну это весь. Ну вот по моим личным ощущениям, это, ну вот это все. Чтоб это пройти. Если смотри, 3 месяца назад мы думали, что душа вообще простая структура. А теперь посмотри, мы полностью расписали структуру психики, полностью расписали микросхему. Благодаря этому мы сейчас начали работать с аутизмом, а сейчас мы ускоряем процесс, мы сдвинули процессы. То есть то, что у нас раньше занимало 3-4 месяца, у нас сейчас занимает 2-3 дня. Что-то еще вот показывает, ты спрашивала, где там, чтобы яичник еще посмотреть. Очень важная штука. В яичниках? А что в яичниках? Там как будто идет привязка с миром полностью. То есть как будто программа, такое чувство через ресурсное... Вот качается, да, ну, видим как-то ресурсную травму, энергия как будто через них ведет, качается. А, пигенитика же навязана на яйцеклетке. Через оттуда просто идет. Я даже по ощущениям чувствую, когда вот много отрабатываешь что-то, вот здесь вот именно вот в этих вот местах, очень сильно прям энергия валит. Потому что метильные шметки там затираются, да. Потому что мы же не метафору затираем, мы физиологию затираем. И оно прям как будто оттуда вот идет в тело потом. Да, да, да. Метильные шметки, они не в воздухе висят, они конкретные яйцеклетка сперматозоид. Ну что, как себя чувствуешь? Я хорошо чувствую себя.